дорогие друзья всем привет сегодня с вами проекты дубай меня зовут анна и сегодня мы продолжаем встречаться с интересными людьми которые переехали в дубай и будем задавать им те вопросы которые вы обычно спрашиваете сегодня мы решили встретиться с катей сказать им познакомиться очень интересно я работаю в компании она пришла ко мне на стажировку мы так с ней познакомилась к сожалению работать она у нас в компании не осталось но мы с ней подружились у кати очень хороший опыт переезды сегодня она этим опытом с вами поделиться привет как у тебя дела хорошо все спасибо давно с тобой не виделись скажи нашим зрителям как получилось так что тебе дубай переехала я вообще давно хотела куда-нибудь переехать и вот я переехал получится год назад до этого до того как я приехала сюда я собралась ехать в италию я поступила там университет магистратуру и планировал переехать туда но так как там кризис я то есть так возле обстоятельства что я туда не поехала и в сентябре вместо того чтобы ехать в италию я приехала к подружки сюда в Абудаби вот я была здесь месяц в отпуск в отпуске и решила что да можно попробовать можно переехать а где ты до этого жила и чем занималась до переезда я жила в минске работала переводчиком в брачном агентстве когда ты приехал в дубай какие у тебя будет самые первые впечатления от дубая я очень люблю мегаполисы с небоскребами вот это то что мне здесь очень нравится поэтому самое первое впечатление это было вау хорошо с какими трудностями пришлось столкнуться с трудностями по поводу работы конечно и трудности связаны с тем что не выполняют многие обещания которые то есть заранее я я помню у тебя то есть ты сначала приехал на одну работу потом ты нашла другую работу можешь подробнее рассказать как как ты переезжала как так вообще все получилось я думаю многим подписчикам будет интересно то есть после того как попала здесь на туристическом виде у подружки я решила вернуться я собиралась возвращаться по туристическом виде вот но мне предложили из одного украинского агентства уехать через них то есть ты им платишь деньги они тебя находят работодателя проводят интервью онлайн вот и они предложили попробовать на ну так как у них на самом деле позиции ну то есть они на этом официантка то есть ну то что я вообще не рассматривала здесь они сказали может быть вам подойдет администратор ресторане хотя бы на первое время ну это лучше чем ехать самой искать то есть ну такого плана я решила попробовать одно интервью пройти если да да нет нет как бы не ехать патриотическое виде сейчас мы находимся в районе всеми любимым туристами в районе аль-барша и здесь недавно открыли ресторан который называется ташкент в котором как раз можно покушать русской кухни и вы мы вот сказать и как раз решили первый раз посетить его и попробовать спасибо вкуснее чай комфотик классно что ты вот про это расскажешь потому что многие же так переезжают и читают как там брак у тебя ж там по зарплате что-то да тоже было и по зарплате и по условиям по должностным инструкциям значит ты решила переехать с помощью агентства в Украине устроиться на работу в отель или в ресторан да да то есть это была работа в отеле вот я не скажу что я особо туда хотела но я подумала ладно я приеду там я не знаю поработаю месяц-два я найду работу ну чтобы не спешить например потому что когда на туристическом виде все равно какие-то ограниченные сроки вот в итоге они мне назначили интервью вот я прошла они мне позвонили сказали что я прошла и начали делать документы единственное что по контракту с этим украинским агентством не нельзя было напрямую связаться с работодателем помимо интервью онлайн вот это было прописано по контракту поэтому какие-то вопросы когда у меня возникали я звонила в украинское агентство и спрашивала их именно вот и как оказалось потом на самом деле очень много не рассказывали это были просто какие-то сказки даже я у них спрашивали какие-то пункты по контракту говорю ну вы мне говорит там зарплата там такая то здесь контракте указано вот например такая то там плюс каких-то кучу каких-то надбавок всего нагреть вы не беспокойтесь там очень много всяких надбавок всего любить это люди бы так просто не ехали туда работать то есть вы не смотрите что написано как бы контракт это так общий там толком ничего не прописано там написано только как бы basic salary остальное все там не прописано конкретно то есть не беспокойте зарплаты там хорошие вот и по всем вообще моим вопросам они говорили что все нормально все нормально там графику у вас такой выходные у вас такие то-то-то-то вот и Я приехала сразу на рабочую визу Да Вышла на работу Тебе на работе понравилось Не понравилось я в первый день Moi Поняла что мне вообще не нравится Я в первый день выходил с работы думала боже мойя вообще куда я приехала, что этоxton какой то Вот Должность звучала, они мне сказали, как администратор ресторана На самом деле здесь это значит, я не знаю, одно время делать букинг столов, еще что-то, какие-то чеки вбивать, какая-то такая бумажная работа А остальное время, когда это свободно, они хотят, чтобы ты помогала официантам Я в первый день отказала это делать, сказала, что я не приехала на эту должность, поэтому даже не просите меня С каждым днем это все больше и больше не начали давить на меня то, что я должна это делать Но я все время отказалась, у меня были конфликты с менеджером и со всеми остальными, потому что они говорили, что это особенное Ну в плане, все делают, ты не делаешь, но извините, мне об этом не сказали, мне не говорили о том, что я должна буду помогать официантам Они говорят, ну если ты не занята, они заняты, например, у них там банкеты, ты не можешь там поднести, что-то, нет, я не могу поднести, сори, я вообще, я не хочу ни подносу, трогать вообще ничего Сколько ты там проработала? 12 дней, из которых 2 или 3 я взяла больничную А как ты уволилась? Они же наверняка забрали твой паспорт Да, они забрали мой паспорт изначально, когда я сказала, что я не хочу отдавать, они сказали, это же на визу Мы будем делать визу, наша компания сама делает визу, поэтому паспорт пока вы должны отдать, потом мы вам его вернем Потом, когда я уже начала разговаривать с девочками, которые там работают, никому паспорта не возвращаются То есть они держат их у себя, ну хотя это незаконно, ну вообще, кто имеет право забрать у тебя паспорт Что делать, если паспорт вдруг у тебя забрали? Как реагировать? Ну, я бы посоветовала вообще не давать паспорт, потому что я знаю, что есть многие компании, которые требуют Но в то же самое время у меня есть знакомые, которые отказывали этим требованиям и все равно там работают Просто они, то есть условия, они сразу поставили паспорт, я не отдаю То есть, ну, мое мнение, паспорт не давать вообще ни в коем случае Ты все-таки справилась с этой задачей и уволилась с работы Тебе поставили бан или нет? Нет, мне не поставили бан, но они попортили мне нервы, конечно, очень сильно Потому что я забрала у них паспорт, правдами-неправдами, они мне не хотели отдавать Я, в общем, выдумала там какую-то историю Три дня они мне не отдавали, в итоге они меня вернули Утром они мне отдали паспорт, в обед я пришла уволилась Вот, и именно поэтому они еще так сильно разозлились, говорят Вот, ты в Руне, ты нас обманула, забрала паспорт, сейчас хочешь уйти То есть, наверное, недели две они меня еще доканывали Они тебе оплачивали полет, видео Да, 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 но я в итоге все им вернула Я вернула, они еще там насчитали там кучу всего сверху Не знаю, там униформы, которые не видела, там тысячу дирхам Я не знаю, что это за униформа такая Ну, то есть, они там какие-то суммы нормальные посчитали Что посоветуешь ребятам, которые устраиваются на работу, находясь в своей стране В Беларуси или в Украине, например Как, на что им обратить внимание Я бы начала с того, что я бы не советовала устраиваться из своей страны сюда, на самом деле Либо, если только, там, я не знаю, человек не специалист какого-то определенного профиля Которого вызывают, там, я не знаю, на очень хорошую зарплату Там, с хорошими условиями, там, всякими бонусами Потому что, честно, ну, ехать там на какую-то позицию, я не знаю, там, продавца, может быть Там, я не знаю, официанта, бармена Куда-то, может быть, еще в другое, там, не знаю, даже может быть в офис Я знаю, что, например, в наших странах все агентства, которые тоже устраивают в офис Но просто люди, находясь там, они не осознают вообще цену деньгам И они думают, что да, я за эти деньги там проживу На самом деле нет, просто когда ты находишься здесь, ты хотя бы немножко вообще понимаешь, какие здесь зарплаты, на что можно претендовать Вот, а люди, находясь там, соглашаются на зарплату, там, 500 долларов Ну, то есть Сколько, вот, по твоему мнению, вот, для первой работы, ну, вот, сколько нужно денег, чтобы жить здесь в месяц, примерно, сколько нужно? На какую зарплату лучше рассчитывать, когда устраиваешь? Ну, зависит, конечно, от того, вообще, какая у человека специальность, да, и на что он претендует Ну, не знаю, но мне кажется, чтобы хотя бы нормально более-менее жить Если человек один, да, как бы, если это семья, там уже по-другому Но если человек один, ну, я не знаю, ну, тысяч 9-10 Дерхам Да, да, да Ну, это если, там, я не знаю, человек не ищет себе работу, там, general manager или что-нибудь такое Ну, обычная работа, да? Да, да, да Хорошо, а что было дальше? Расскажи про свою историю, ты уволилась, оплатила им все расходы? Я уволилась, оплатила, они меня заставили выехать, потому что они мне просто не хотели консилировать визу А, соответственно, без консиляции мне не могли делать новую Хотя мне новая компания просила не выезжать вообще из страны, потому что можно было здесь это сделать Но они заставили, они вообще меня пытались заставить выехать в Беларусь Я не хотела, вообще, я с ними там ругалась, 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 в итоге выехала в Турцию Я, как раз, поехала к сестре в Турцию съездила на, там, пару дней И мне за это время сделали здесь визу В новой компании А как ты начала работать другую? Я искала в интернете Как всегда тут обещают кучу знакомых помочь Мы тебя найдем, найдем, найдем Пришли нам в свой CV Но обычно никакие знакомые тебе ничем не помогают с работой Какие сайты порекомендовала? Я искала на Добизл, на Галф Ньюз, на Баят На чатру даже смотрела Хотя чатру я всегда считала, что это сайт, на котором нормальных вакансий вообще не может быть Но свою работу я нашла там Даже если есть на руках джебофер Это все равно не значит, что у вас есть эта работа Пока вы не подпишете контракт, у вас ее нет И пока вам визу не сделают А люди просто верят на слово, когда им говорят Да-да-да, мы вас берем Они перестают искать работу У меня есть такие знакомые, которые с этим сталкивались И они так себя вели Вообще, чем занимаешься? Расскажи немножко про свою работу Работа, да, нормальная Но все равно не совсем та должность, которую бы мне хотелось бы занимать Но в принципе мне нравится, чем я занимаюсь Потому что должность сама звучит как офис-менеджер Но на самом деле занимаюсь я очень много чем Не знаю, я начинаю там, не дав занимался ребрендингом компании То есть полностью Помимо стандартных, я не знаю, билеты, визы, конференции Что-то забронировать Ну это зависит просто, вот я делаю то, что как бы нужно нашей компании Ну и в принципе вопросы и задания бывают абсолютно разные и достаточно интересные Пока мы беседовали, нам тут принесли вот как раз плод, греческий салат, компот Ну в общем будем есть И разговаривать дальше Катя, ну все же рекомендуешь ли ты людям устраиваться на работу в Дубае через агентство? Честно, нет А если все-таки вот, ну никак, человек не может по туристической визе приехать и он хочет воспользоваться агентством, услугами агентства Может быть какие-то рекомендации, да, чтобы на грабли не наступить? Ну всегда внимательно надо читать контракт Как бы то, что они говорят на словах, это одно А приехав сюда и если в контракте что-то не прописано, они в жизни никогда ничего не докажут Не знаю, смотреть, чтобы там, не знаю, смотреть и график какой работы, там и зарплату, чтобы это было все прописано Еще советую, чтобы всегда смотрели, есть ли страховка Предоставлять ли работодателям страховку, потому что медицина здесь не дешевая Вот, и без страховки болеть, конечно, очень дорого Лучше вообще не болеть, но на всякий случай я бы, не знаю, я бы рекомендовала, чтобы люди без страховки сюда не соглашались Ну не то, что не соглашались на работу, но это очень важный фактор Какие плюсы у Дубая ты видишь? Для меня, честно, самый-самый главный плюс это пляж Не знаю, я хожу туда каждые выходные, для меня это просто что-то волчебное Я просто всю жизнь мечтала жить где-то, чтобы, не знаю, было море, солнце И погода, в принципе, климат мне здесь нравится Да, там летом жарко, но я предпочитаю такой климат, нежели в Беларуси Когда там, не знаю, дождь, слякоть, снег все время Какой твой самый любимый пляж? Думера-Опен-Бич Его порекомендуешь людям? Да, я бы его порекомендовала, да Отлично Кать, можешь дать несколько советов для своих земляков, для беларусов, которые переезжают в Дубай Что ты можешь им порекомендовать? В плане, в поисках работы или вообще? Вообще, те, кто приезжают сюда, переезжают Может быть, какие-то советы, рекомендации дашь, как человек опытный, как абориген уже в этом городе Но нужно быть готовым к тому, что здесь все-таки система и трудоустройство отличается И вообще стиль жизни Но нужно быть к этому готовым, что это не так, как в Беларуси То есть, я не знаю, ты устроился на работу, уволился, тебя спокойно отпустили Я не знаю, ты поговорил, все нормально Здесь это может обернуться, на самом деле, проблемами Помимо бана, да, что, в принципе, тоже есть ситуация, когда тебе могут поставить бан Несмотря на то, что у тебя высшее образование, на новой работе у тебя будет нормальная зарплата Все равно же есть бан, который ставит иммигрейшн офис, а не компания Что такое бан? Наверняка многие не знают Бан это, когда вам ставят запрет на въезд в Арабские Эмираты на 6 месяцев То есть, вы не можете сюда въехать и искать здесь работу Поэтому, я думаю, люди, которые приезжают сюда все-таки работать, они не хотят столкнуться с такой ситуацией Поэтому, нужно всегда все узнавать, на самом деле, потому что другие законы, другая жизнь, все другое Еще что-то, может, порекомендуешь? Может быть, тем людям, которые едут отдыхать? Не знаю, это зависит от того, что люди ждут от отдыха Кто-то приезжает сюда отдыхать, поваляться на пляже, кто-то приезжает, не знаю, посмотреть, поездить Я бы порекомендовала ездить в мечеть, например, я бы порекомендовала... Здесь нормальные аквапарки, я не знаю, здесь в Дере очень много красивых районов, о которых люди вообще даже не знают Я бы порекомендовала в Бастаке, есть такой район, именно арабский такой, я не знаю, типичный Как ты обычно свободное время проводишь? Я хожу на танцы, то есть я в Беларуси ходила на танцы, я давно долго занималась, потом не занималась Приехала сюда, опять пошла Я пошла на Арагу и, наконец, я пошла на полдэнс, о котором я давно мечтала, но вообще-то никуда не ходила Хожу в кино, не знаю, хожу, по выходным я все время хожу на пляж Куда-то стараюсь выезжать, там, не знаю, в Абу-Даби, в Аль-Айн, в какой-то другой Эмират То есть даже в Аджман покушать куда-нибудь, встретиться с друзьями, в джинс стараюсь ходить А тебе хватает свободного времени? Честно, не хватает, я вообще, мне здесь катастрофически не хватает времени, все время не высыпаюсь Я просто каждый раз стою утром и понимаю, что я опять поспала 4 часа, сколько это может продолжаться? В общем, город такой захватывает, да? Да, да, да А график работы, кстати, у тебя какой? У меня с 9 до 6, вот, с понедельника по пятницу То есть два дня выходных? Да, два дня выходных и плюс вот все там российские праздники, вот скоро опять будут новогодние праздники А почему российские праздники? Потому что компания работает, в плане, здесь находится офис, но никакого отношения к местному рынку компания не имеет Поэтому мы работаем с Европой и с Россией, вот, поэтому все российские праздники, как и там Ну классно, здорово, значит скоро будут новогодние каникулы Вот еще спрошу такой вопрос, как изменилась ты сама и как изменилась твоя жизнь после переезда в Дубай? Может быть ценности какие-то, жизненные взгляды? Я, наверное, больше стала ценить друзей, потому что когда ты находишься в стране один, немножко все равно То есть тут знакомые, они ищутся достаточно легко, то есть тут куча знакомых, я не знаю, у меня очень много знакомых Но на самом деле друзей, вот чтобы вот прямо друзей за этот год я нашла, ну, как бы несколько человек, которых могут назвать друзьями, которые там помогут, выслушают там еще что-то Просто да, начинаешь вообще осознавать ценность друзьям По поводу недостатков я уже спрашивала, но вот можешь сказать, что вот реально в Дубае не хватает, вот чего тебе именно не хватает здесь? Мне не хватает лесов, мне не хватает природы, мне не хватает свежего воздуха, вот этого мне не хватает Тут все достаточно искусственное город, не хватает чего-то природы Так как в Беларуси там леса, 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 то здесь мне на самом деле этого не хватает Скучаешь? Нет, я бы не сказала Я всегда привыкаю к тому месту, где я живу и мне здесь нравится Жалеешь я переездить вообще? Нет, нет То есть плюсов улыбая больше, чем минусов, как ты думаешь? Да, да, однозначно да Какие у тебя планы на будущее? Я знаю, что Дубай такой город, как пункт нахождения и потом будет какое-то будущее дальше Не для всех, но для некоторых людей Как ты видишь свое будущее? Планируешь здесь оставаться? Планируешь куда-то дальше ехать? Вот по поводу оставаться я не уверена Мне нравится здесь, но я не считаю, что это страна, в которой я бы хотела прожить всю жизнь Не знаю, я всегда хотела переехать в Америку, но на данный момент у меня нет Возможность сюда переехать Но я думаю, что туда, куда я захочу, я перееду В любом случае, возможности появятся Субтитры сделал DimaTorzok В общем, такой вопрос Как твои родители, ты молодая красивая девушка, уезжаешь в Дубай, где там всех с аэропорта забирают в горе Как твои родители отнеслись к твоему переезду? Как сейчас с ними вы общаетесь? Они отнеслись абсолютно нормально Потому что я часто куда-то уезжала, то еще во время учебы в университете То есть все время летом путешествовала где-то После университета я тоже уезжала на полгода Поэтому, в принципе, они не были совсем удивлены И отнеслись абсолютно нормально Как сейчас? Вы как-то с ними общаетесь? Каждый день Можно ли пользоваться скайпом в Дубае? Да, 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 да Мы по скайпу общаемся, ну, не знаю, раз в неделю, может быть И по телефону каждый день практически То мама мне звонит, то я ей звоню То есть недостатка в общении? Ну, все равно понятно, что это неживое общение И что не хватает, как бы я все-таки скучаю, наверное, по родителям немножко Но я была летом, может быть, они приедут, не знаю, зимой я все склоняю их Приедьте, пожалуйста, пожалуйста Вот, ну, то есть так Слушай, еще такой вопрос по поводу недвижимости Как квартиру снять? Вот приезжаешь по визе, да? И надо где-то жить, где-то остановиться Можешь мне что-то рассказать про это? То есть когда по туристическому визе, да, например, если приезжаешь? Ну, вообще, да, вот Как и где жить? Ну, это зависит от того, какие вообще финансы, да? То есть если можно снять комнату, да, либо можно снять квартиру Комната, в принципе, она выходит не намного дешевле, чем снимает даже студио Но просто дело в том, что за квартиру ты платишь, не знаю, одним чеком, да? То есть раз в год, там, либо два раза в год, либо там Три раза в год То за комнату ты обычно платишь раз в месяц Что выходит, ну, не так накладно Если, например, у человека сразу нету большую сумму денег, да То многие, многие живут, снимают вот именно комнаты Как девушке здесь одно не страшно? Нет, не страшно Нет, не страшно Ну, надо все равно Можно выйти? Ну, можно выйти, на самом деле Но все равно, надо тоже быть готовым к тому, что Очень много парней, очень много внимания Не знаю, вешают лапшу на уши, там, я не знаю Как и в других арабских странах, наверное Но здесь это делают даже Здесь просто арабов с разных стран есть И даже не только арабы здесь это делают Очень многие не хотят даже, мне кажется, серьезных отношений Они просто веселое времяпрепровождение Там, даже европейцы те же, там, не знаю, арабы Поэтому надо постараться, не знаю, не развешивать уши на первом же свидании И там не думать, что вот, вот, он на мне женится, там, еще что-то такое А говорят, я на тебя женюсь Ну, они все вроде как претендуют, что они там серьезными намерениями, там, то, другое Но у меня очень много подруг, которые вот там Которым вроде даже как уже делали предложение А потом они куда-то исчезали То есть, это здесь, на самом деле, сплошь и рядом Кать, спасибо тебе огромное Ты действительно поделилась бесценным опытом с нашими зрителями, которые видят это видео Я думаю, что кто-то захочет с тобой познакомиться поближе Можно ли как-то с тобой связаться, пообщаться? Да, конечно, да Можешь дать мне контактные данные где-нибудь, не знаю Я думаю, что мы внизу этого видео оставим ссылочку на Катину страницу ВКонтакте Если у вас, у вас как бы возникли вопросы И вы просто хотите подружиться с Катей То вы можете добавить ее к себе на друзья Или написать сообщение, да? С вами был проект Индубай С вами была Аня, Катя Спасибо огромное еще раз В общем, оставайтесь с нами Подписывайтесь на все наши видео в Ютьюбе Пишите комментарии Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк Что вам нравится это видео И мы будем снимать их чаще и еще лучше Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok